Пусть Бог благословит вас! Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы поделиться тем, что Господь показал мне. Иисус говорил о том, о важности веры в жизни человека. И Он говорил, что имейте веру Божью. Имея веру Божью, вы можете переставлять горы. И Он это продемонстрировал на смоковнице, и ученики удивились. А это была всего лишь демонстрация веры. И Он сказал, что вы сделаете гораздо больше, вы сможете переставлять горы. Если даже будете иметь веру с горчичное зерно, маленькое, но оно вырастет, оно станет большой. И вы сможете переставлять горы. Как? Словами. Ведь Иисус сказал вслух, и произошло. И вы сможете говорить горам, и они будут переходить и падать в море. И вот Господь мне показал разницу между человеком богатым и человеком бедным. Бедный. Возьмем, смотрите, бедный. Нам всем это знакомо. Идешь мимо вещей, проходишь, только смотришь, только рассматриваешь. Все только машины, только любуешься, только смотришь. И никогда даже не сможешь себе купить. Бедный не сможет себе купить машину. Не говоря уже о какой-то премиум класса. Вот идет богатый. Он без проблем себе может купить. Может дом себе купить. Может второй дом купить. Может дом купить третий. Может построить церковное здание. Может любую себе вещь позволить. Для своей семьи. Запросто. Для него это абсолютно не проблема. Для него проблема, любая проблема решается. Почему? Просто потому, что у него есть финансы. И вот то же самое, так же в духе. Есть много верующих, которые говорят, о, исцеление болезни, это не для меня. О, там, что-то иметь, это не для меня. Потому что они бедные верой. А богатый верой, тот, кто имеет веру, он может, вот знаете, как богач приобретает все в физическом мире, он также богатый верой. Вы скажите, что Иисус не мог себе позволить благодаря своей вере. Чудо за чудом позволял себе. Он как будто бы ходил и все приобретал. Ни в чем вообще не мог. У него на все хватало. Вы понимаете, так может жить человек, у него ни на что не хватает. Он мечтает об этом, а позволить себе не может. Он мечтает об этом, позволить себе не может. Вы знаете, все, о чем Иисус мечтал, все, что ему надо было, он без проблем приобретал. Надо слепые глаза открыл, надо воскресил Лазаря. Почему? У него была вера. Сегодня многие так только мечтают, и они печальны от того, что они не могут это иметь. А кто тебе сказал, что не можешь иметь? Сам Иисус тебе сказал, что если ты будешь иметь веру, ты сможешь это иметь. И когда я говорю, что если ты будешь иметь веру, ты сможешь себе позволять практически все. И кто-то говорит, ну да, 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 там сразу плохое что-то думает. Послушайте, вера связана с Богом. Если ты связан с Богом, ты не будешь о плохом думать. Это исключается. Плохое, негативное исключается. Там только приходит святое, там только приходит на ум. Чистое, только благословенное, только помощь людям и себе. Поэтому имейте веру. Вы, не имеющие веру, вы бедняки. Вы верите в Бога, но у вас нет личной веры. Вы верите в Него, Он может. А Иисус сказал, имейте вы веру Божью. Такую же, как у Бога. Не в Бога, а в Бога. Все верят, извините. Тебе нужно иметь веру, как у Бога. Марка 11, 23 об этом и говорит. Иисус сказал, имейте веру Божью. Что это означает? Иисус говорит, вот смотрите, смотрите. Проклял смоковню, а она засохла. Попробуйте, скажите дереву. Ничего с ним не будет. Но если вы будете иметь веру, вы будете демонстрировать это в физическом мире. Вы будете его освобождать. Иисус показал, как работает вера. Он показал, что Он богатый верой. Он богатый верой. У Него веры много, поэтому Он может все. Когда Ему Отец что-то скажет, Он это делает. Тебе Отец скажет, и ты такой, да вряд ли он исцелится. Это для тебя как будто дорогие вещи, которые ты не можешь иметь. Послушай, благодаря вере для тебя нет понятия. Дешевые вещи, богатые вещи. Мои веры хватает только на дешевые. На просроченные вещи. На вещи, которые носил кто-то другой. Что? О чем вы? Твоя вера замахивается на самое недоступное. На самое недоступное. Петр замахнулся на веру Иисуса. Он сказал, я хочу так же. Иисус говорит, без проблем. И вышел и пошел по воде. Так же, как и шел Иисус. Иисус, потому что Он решил выйти из нищенской веры. Знаешь, как ты можешь верить в Бога? О, я верю, что Иисус исцеляет. Но почему-то вокруг тебя никто не исцеляется, и все болеют. О, я верю, что Иисус сможет спасать. Никто не спасается. О, я верю там в пробуждение, я верю там в великие вещи. Ничего не происходит. Иисус говорит, извини меня, что за вера такая? Поэтому я вдохновляю. Мне это Господь показал. Меня Господь этим как бы затронул. Обличил меня этим. Потому что мы все возлагаем на Христа, Он должен делать. А кто должен идти по всему миру? Христос уже свое отходил, отшагал. А теперь мы должны идти. С чудесами и знамениями. С великой верой. А где взять эту великую веру? Это поговори с Иисусом, и Он тебе все расскажет. Поговори, только не пять минут поговори. Не говори о своих проблемах. Говори о том, о своей нужде. Что первое, в чем ты нуждаешься, это вера. У тебя не будет веры, у тебя ничего не будет. Кроме твоих проблем, болезней, суеты, депрессии, т.д. т.п. Спасибо, что вы выслушали это. Будьте благословенны. Теперь переходим к проповеди. Итак, тема проповеди будет называться радостная весть. Именно радостная весть и делает верующих радостными. Именно радостная весть, радостная новость, информация об Иисусе, от Царстве Божьем, о Боге, делает нас радостными и отличает нас, христиан, от всех других религий на земле. Потому что везде лидеры, они грустные. посмотришь на одного бога, ну, идола, понятно, что это не бог, но смотришь, он толстый, и он сидит постоянно на одном месте. Он уже как треугольником стал. Думаешь, не, что-то не то. Не надо мне никакого от него ничего. Посмотришь на другого, там печаль какая-то, вечная печаль, вечная смерть. Посмотришь, ну, куда-то еще, и ты везде должен. И вы знаете, во многих религиях говорится о добре и зле. Да, человеческая вся жизнь соприкасается с добром и злом. И что? А какая из религий соприкасается с радостью? Какая? Только христианство соприкасается с радостью. Почему? Потому что лидер в христианстве, он радостный, он сияющий, он любящий, он добрый. И не мы ему должны, а он нам себя отдал. Для чего? Чтобы мы вошли в его радость. Представь, ты не входишь, как грешник побитый, и думаешь, примут, не примут. Ты приходишь, как грешник, и сразу становишься праведником. Почему? Потому что это его воля оправдать тебя. Единственное желание Бога к человеку – оправдать его и помочь ему прийти в Божий дом, в Божье присутствие. Поэтому все, кто еще смотрит, вы еще не сделали свое решение. И кто-то из вас думает, вера в Бога, она же такого требует. Там же нельзя будет ни то, ни другое. Там же грустно, там же скучно. Я вам хочу сказать, вы не правы, ваши образы неправильные. Я вам скажу, где еще радоваться, как не в христианстве, как не в Доме Божьем, как не в церкви. Представьте, вы болели, и вы исцелились. Вы что от этого не радуетесь? Да такая радость сходит. В Библии мы читаем, когда ноги выросли у этого ухромова. Да он прыгал и скакал. Радость его через край била. Послушайте, везде была великая радость. А тебя Бог грешника спас. Простил все твои грехи. Представь, все твои долги списаны. Все твои грязи. Вся твоя грязь, все очищено. Этого нету. Это пробел. Все. Ты будешь скучный от этого? Радостный? Нет, ты будешь радостный. Вот она и есть, радостная весть. Это радостная информация. И проблема у многих верующих, что с годами они теряют радостную информацию. Они теряют радостную весть. Радостное состояние. Почему? Потому что, ну, нарадовались уже. Слава Господу, я спасен, я исцелен, я благословен. И теперь можно послушать, что же говорят другие. И что говорят другие, тебя приводят в печаль. Потому что там негативная инфа. Негативная. Там проблемы, там проблемы, там проблемы. Там нет выхода. Там беда. И ты когда слушаешь, ты теряешь радость. А задача дьявола сделать верующих печальными и угрюмыми. И он, представьте, какой-то контраст. И это как бы удается иногда. Смотришь, верующий верит вроде бы во всемогущего Бога. Представьте, таких богов мы вообще не знаем, кроме нашего Бога. Иисуса Христа. Отец, Сын и Дух Святой. Мы не знаем, кто еще такой всемогущий, кто может все. Все может. И представьте, верующий, который верит в Бога всемогущего, может ходить печальным, угрюмым, под давлением. Почему? Вопрос. Почему ты ходишь? То есть, другими словами, можно спросить так. Почему, зайдя в воду, ты выходишь сухой? Почему, заходя в сауну, ты не вспотеешь никак? Что такое за странное явление у тебя? Ты соприкасаешься со всемогущим Богом. Так вот она где проблема. Ты не соприкасаешься с Ним. Ты как бы думаешь внутри. Я верю. Но состояние твое, состояние смерти. Потому что, если бы ты верил, как Иисус сказал Марии, не сказал ли я тебе, Он ей говорит, послушай, Мария, да для тебя готовится чудо, которое будет зашкаливать, которое самое большое из всех чудес. Иисус говорит, я воскресение жизни. Он ей говорит, я причина радости. Радуйся. Да, да, да это будет, когда еще, да, да, да. Он говорит, не сказал ли я тебе, что если ты будешь веровать, увидишь славу Божию. Послушайте, а увидев славу Божию, веровать во Христа, невозможно остаться равнодушным, печальным, проблемным, депрессивным. Невозможно. И вы знаете, Марию отделяли минуты, часы, минуты. Какое-то время отделяло ее от радости. Иисус ей пытался показать, да я причина радости. Он то же самое пытался сказать Никодиму, я причина твоего рождения свыше. Но нет, они общаются с Иисусом, и им все равно. Так многие сегодня так общаются с Иисусом. Ничего не меняется в их жизни. Почему? Потому что они его не воспринимают. У них старый образ, ограниченный, который не дает соприкоснуться с Иисусом. Когда женщина говорила, хотя бы коснусь, соприкосновение тебе надо, соприкосновение верою, коснись Христа, ты получишь разряд радости. Ты получишь разряд благословения. Радость находится только в христианстве. Почему? Потому что сам Бог, в Которого верят христиане, является радостным. Если вы христианин, вы так себя назвали, вы вовсе, может быть, и не христианин. Вы думаете, что христианство – это культура, которая русские, все православные, христиане. Да нет. Вообще-то в Россию это из Греции пришло. Это иностранная вера. Русские вообще верили в Перуна. Я не знаю, от какого это слова, но это был идол. Раньше живой Бог был только у евреев. Все остальные народы, вот сколько вы мне назовете, языки, народы, это все были идолопоклонники. Они напрямую поклонялись сатане. Только израильский народ, они верили в живого Бога и служили ему. Но Бог говорит, послал своего сына, и Он говорит, я хочу, чтобы в каждом народе были мои дети, и чтобы меня славили. И теперь мы видим, христианство по всему миру, в Европу пришло. Мы сейчас находимся в Европе. Вы не представляете, какая она языческая была. Это была катастрофа здесь. Какое язычество, какое зло, какое было страшные грехи были здесь, в Европе, где мы живем. Но сейчас все изменилось. Почему? Христос пришел. Он послал своих верующих. А если бы верующие не оставили комфорт, если бы гонения не было, они бы не оставили комфорт. То есть им внутри хорошо друг с другом общаются, они знают друг друга. А тут приходит человек извне, всякий странный человек с проблемами и так далее. И дальше Яков пишет в втором стихе. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытания вашей веры производят терпение, радость приходит от знания, что ты будешь иметь дальше. Ты, когда испытываешься, приходят соблазны в твою жизнь. Ты проходишь ее. Что в этот момент испытывается твоя вера? Насколько она прочная? Как Иисус, Он испытывался в пустыне. Его вера прошла испытание. Все, вышел чудеса. Не было ни одной проблемы, которую бы Иисус не решил. Он просто решал все. Он просто решал все. У него все получалось. У него не было такого, что он сел и не получилось. У него все получалось. А почему его вера прошла испытание? Когда наша вера проходит испытание, мы должны радоваться. Когда приходят соблазны, какие-то грешные желания, ты начинаешь радоваться. Почему? Потому что зная, что тебя ждет впереди. Какая сила тебя ждет. Какая награда тебя ждет. Ты должен от этого уже приходит радость. И Иаков здесь не утешает верующих. А направляет. Он вдохновляет. Он говорит, не теряйте радость. Не теряйте эту способность иметь Божьи новости. Как только ты прекращаешь слышать Божьи новости, ты сразу же слышишь негатив. И негатив тебя убивает сразу. Я вам объясню. Петр, выйдя из лодки, шел по воде, он слышал только новости. Он слышал радостную новость. Иди. Иди – это означает. Вода не проблема. Волна не проблема. Ничего не проблема. Иди. Это новость. Это радостная новость. И он вышел и пошел. Он принял радостную новость. А что ты делаешь с радостной новостью? Послушал. И забыл. Отложил. А потом слушаешь другие новости. А вот это ошибка. И что Петр сделал? В чем его ошибка? Где ему нужно было научиться? Он стал смотреть на волны. А волны – это негативные новости. И они ему стали рассказывать. Мы тебя сейчас накроем. Мы тебя сейчас утопим. Это же все ночью происходило. Это не происходило в ясный день. Это ночью. И они его запугали. Поэтому, когда ты слушаешь негативные новости, ты будешь запуганным. Загнанным. Когда ты слушаешь новости от Бога, радостную весть, страх не сможет поселиться в тебе. И тебе нужно об этом знать, что ты, прекращая слушать Божье радио, ты начинаешь слушать дьявольское радио. Уж дьявол сможет донести тебе такую инфу, что ты жить не захочешь. Если он смог донести до Евы, что она бедная и несчастная, что она такая, что она осекая, он ей такое рассказал, что она взяла этот плод и съела, не задумываясь. Это о чем говорит? К сожалению. А о мастерстве дьявола? Доносить до тебя смерть. Мастер убивать. И ты, зная, что есть такой мастер, снайпер, не должен терять радостную весть. Ты себя должен подпитывать радостью постоянной, каждый день. Подпитывать себя. И не думай, что это будут делать братья и сестры. Потому что у братьев и сестер может быть плохой день. Может, они наполнены печалью какой-то. И плохими новостями. И плохими новостями. Ну что же теперь? Вот Мария такая была. Ну что же теперь? Все. Мы уже все глаза проплакали. Все, все, все плохо. Все, все. Иисус, если бы ты был здесь раньше, не умер бы, брат мой. Это слова неверия. Иисус говорит, не проблема. Посмотри, твой брат идет живой и здоровый. Ты на нем даже не найдешь ранки. Знаете, что такое обновленное тело? Ведь когда он уже сгнил, Бог не просто его, дайте, возродил, но он был с таким плохим телом, с протухшим, с гнилым. Нет, он был с новым телом. Новое тело. Классное. И он говорит, Мария, все, что тебе нужно было, верить. Верить мне. И не задавай Богу вопросу, как? Как это возможно? Как это получится? Не задавай эти вопросы. Потому что если тебе даже Бог расскажет, как, ты не поверишь в это. Не поверишь. Мария спросила, как я рожду Бога на земле? Как? Ну как это возможно? Как можно родить Бога, Которого не имеет ни дня, начала жизни, ни конца смерти? Он безначальный. И бесконечный. И как, вот представьте, если бы она начала бы думать, сяду-ка я подумаю, как же я рожу Бога, ибо я и мужа даже не знаю. И представьте, у тебя мозг сломается. И тебя будут лечить. У тебя все протечет уже. Поэтому не задавай Богу таких вопросов. Ему несложно ответить. Ты не поймешь, как? Просто ожидай чуда. Давайте мы поднимемся. У Бога есть тысячи методов, как помочь тебе. И ты говоришь, а как это Бог сможет сделать? Ну, послушайте, если Он мог мертвого Лазаря воскресить, что, Он тебе не сможет помочь? Он тебе не помогает, потому что Он не может. Он тебе не помогает, потому что ты не веришь. Не сказал ли я тебе, если будешь веровать? Увидишь славу Божью. Вот почему многие не видят славы Божьей, а только видят проблемы, проблемы, проблемы. И все, о чем они говорят, вот послушай их, послушай, поговори с ними. Они будут говорить о проблемах. О проблемах и о проблемах. А это о чем говорит? Мне это говорит о том, что человек вообще не живет с Богом. Он живет в проблемах. Он живет. Он не знает, что такое радостная весть. Он не знает, что такое радостная новость. Он никогда не знал этого. Но сейчас время, чтобы познать, оставить старый образ человека и облечься в нового, созданного по Богу. Сам Бог захотел из двух создать одного нового человека. Это кто? Это христианин. Это рожденный свыше человек. Это уже не язычник. Это уже не иудей. Это христианин. Один. Одного нового человека. Это человек, который питается новостями. Мы живем в физическом мире. Хотим или не хотим, мы слышим какие-то новости. Но дело все в том, что одно дело, они каким-то образом до тебя доходят. Как Иисус говорил, услышите о войнах и о военных слухах. Знаете, это еще не конец. Иисус говорил, услышите, не переживайте. А другое дело, самому и рыться в этих новостях. Перестань рыться. Вот в новостях Бога ройся, входи в духовный мир и ощущай Божью любовь, заботу через Его обетование. Знаете, вам нужно знать, что Бог обещал вам. Если вы не знаете, у вас никогда не будет веры. Потому что вера приходит на обещание Бога. Вера приходит, когда Бог сказал, тогда пришла к тебе вера. Вера, невозможно ее вытавить. Ее невозможно спровоцировать. Ее невозможно, знаете, как-то вот родить ни с того, ни с сего. Тебе Бог должен что-то сказать. Он тебе должен что-то сказать. Когда ты это поймал, ты как будто бы зачал. И родилось, да, вот результат родился. Поэтому не думайте верить, иметь веру без слов Бога. Он должен вам что-то открыть. Что-то открыть. Маленькое свидетельство. Для кого-то это вообще не чудо. У меня в субботу утром я проснулся, начала голова болеть. И я знал, что у меня раньше такое было, что если в субботу утром начинает голова болеть, она начинает весь день болеть. И это так мешает. Знаете, выходной день, семейный день, все. И так мешает это. И я знаю, что я таблетки пить не хочу. Не хочу. Кто пьет таблетки, пейте, это ваш выбор. И я не хочу пить таблетки. Я знаю, что есть Бог, который умер за наши болезни. Он пострадал, он понес. Я в это верю. И вы знаете, что? Я сказал, Господь, я отказываюсь от этой головной боли. Просто по одной причине, потому что ты страдал за нее. Ты страдал за эту головную боль. Я не должен сейчас мучиться от головной боли. Ее не должно быть. Я не верю в нее. Я отказываюсь от нее. Она ушла. Она ушла, ее не было. Аллилуйя. Если бы я не знал, что такое радостная весть, я бы целый день мучился бы с головной болью. Это дискомфорт. Это дискомфорт. В каждой области Господь мне сказал, вот как ты победил это. В этой области, в области тела, головной боли. Побеждай каждую область, каждую ситуацию. Говори мое слово. Говори то, во что ты веришь. Говори то, что ты понял. Если ты не уверовал в слово Божье, и ты будешь говорить, это не будет работать. Тебе нужно понять. До тебя дойти должно. Ты должен осознать, вот как сотник. Он понял, кто такой Иисус. И поэтому он так легко получил чудо. Иисус говорит, иди, вообще не проблема. Твой слуга здоров. Вообще, ты имеешь великую веру. А почему? Он просто размышлял. Он просто увидел в Иисусе власть царя, который говорит, и все, что он скажет, это будет. Для него все возможно. И вот к такому Богу он обратился и сказал, мой слуга, он говорит, я приду, не ходи, скажи слово. Все. Он увидел это в духовном мире. Иисус говорит, вообще, я так счастлив, что есть этот человек. Я так рад, что люди думают. Господь, я вам скажу, радуется от того, что верующие думают. Он радуется, Господь радуется, когда верующий начинает искать в Слове Божьем, начинает изучать, начинает копаться. Почему? Проблема его подвела к этому. И Господь радуется. Давай, давай, мой молодец, мой сынок, моя доченька. Давай, давай, у тебя получится. Я сделаю это сто процентов. Только верь, только верь, только пойми, вера не работает без понимания. она не работает. Ты не должен себя убеждать. Это не сила убеждения. Это не сила гипноза. Это не сила, знаете, повторения. Повторяй тысячу раз. До тебя дойти должно. Кто такой Бог? Если ты его воспринял как целитель, легко получаешь исцеление. Сколько людей получают исцеление? Тысячи и миллионы свидетельств. Сколько людей получают выход из их ситуации и проблем? Нету для Бога ничего невозможного. Услышь эту радостную весть через его обетование, через то, что он обещал. Ты будешь находиться в глубокой радости. И никогда не теряй это, не пренебрегай, храни это. Пусть вас Бог благословит. Субтитры создавал DimaTorzok,